Мы приехали по факту нажатия. Я не нажимал, у меня нет никакой кнопки. Спросил вас не тыкать. Буду. Да мне все равно. Все, я понял. Давайте, до свидания. Отожмитесь 20 раз. Нет. Нет, почему? Ну, потому что не хочу. Все, все, добро. Общественное место. Что подразумевается с общественным местом? Я дал вам возможность ошибиться, а теперь вы будете за это отвечать. Введен режим повышенной готовности по контакте. А что вы мне хамите? А в чем хамство? Куда не придешь? Думал, Реса нормальная. Контора. Центр выплат и продажа полисов здесь. Здравствуйте. А не подскажете нам пообщаться с кем-нибудь по претензии? Кем-нибудь из руководителей по регулированию убытков? А если я вам полис назову, найдете? Либо номер заявления есть у нас. А что вы мне снимаете? Не мешайте, пожалуйста. Камеру берите. Вообще не произведено. Никакой выплаты не было. Мы письмо это получили и очень удивились, что оказывается нам выплатили, но ни копейки нам не выплатили. Мы даже сумму не знаем, какую нам собираются, планируют выплатить. Поэтому мы и приехали уточнить, кому выплатили, когда с кем-нибудь пообщаться бы, кто занимался этим вопросом. Хорошо, вы присаживайтесь. Хорошо, спасибо. Кстати, кафе. Приличное место. Ставь безопасный средств. Так, объясните, что вы тут снимаете и что уходите? А что вы шепчете оператору и что шептали? Я не шепчу, я спрашиваю. А что спросили? Снимайте. Просто цель, я не думаю, что я должен вам объяснять, какая у нас цель. Да нет, почему не так. В цели я объяснил нашего визита девушке, оператору, видимо, все. Ну, понимаете, чтобы снимать на территории не общественного места, а собственности как-то, это должно быть решено. А, есть разрешение. Показываю. Полицию вызовите, покажу. Показываю. Кому? Мне. Удостоверение. Что это? Вначале службе безопасности. Службе безопасности чего? Комбанией есть. А теперь мне, пожалуйста, какой-нибудь федеральный закон, где я смогу прочитать, что начальник службы безопасности РЕСа имеет право обращаться к гражданам и задавать вопросы какие-либо. Если граждане не хотят с ним общаться. Я сейчас вам говорю, что я с вами общаться, я просто ссориться не хочу. Общаться я с вами не желаю. Не приставайте оскорбительно гражданам, иначе получите административную статью. То есть вы с вами говорите, да? Вы что не понимаете? Только с полицией. Да мне все равно. Все, я понял. Давайте, до свидания. Что за люди? Добрый день, молодые леди. С какой целью привыкся? А вы кто вообще? Старший сержант полиции Симофей Бригорьевич. Старший литерат? Старший сержант полиции. Так а вы почему к нам обращаетесь? Мы вас не вызывали, что вы хотели. Мы приехали по факту нажатия кнопки ТС. Я не нажимал, у меня нет никакой кнопки. Вы не нажимали, нажимали. Вы не сказали общаться только с полицией. Нет, я сказал, что мне все равно. Я сказал, что не надо приставать гражданам. Потому что за это существует административное ответственность. Я гражданам не пристаю, пытаясь выяснить цель вашей съемки. А с какой статьей вы подходите ко мне и пытаетесь что-то выяснить? Показываете мне какой-то бейджик непонятный? Считаете, что это дает вам право какое-то? Какое право вам дает наш закон снимать? Предъявите мне статью закон, который разрешает вам съемку здесь. 29-я статья Конституции. Что в ней написано? Так идите, изучайте. Нет, вы не скажете. Моя консультация платная, 5 тысяч рублей, я вас проконсультирую. Я могу тоже вам сказать любую статью Конституции. Да? Да, помешать это в частную жизнь людей, которые находятся здесь, в которых вы тоже снимаете. В частной жизни? Да. Они, может, не хотят, чтобы вы их снимали, а вы их снимаете. В частной жизни здесь не может быть. Почему не может быть? Потому что это общественное место. Общественное место. Что подразумевается под общественным местом? Я вам должен объяснять. Да. В какой статье? Вы же сказали, что это общественное место. Вот скажите мне, что значит общественное место? Я вам еще раз говорю, отвалите от меня и не приставайте к гражданам. нас есть свои дела и не надо к нам лезть все это не ваше дело вам удостоверение скажите так не снимать его да мы можем снимать его в чем проблема верения конечно а где написано что нет какой личный вам государство выдала это мой личный документ вам государства это выдавление личности и что дальше его права не имеется где написано такое снимать его не будем его снимать я даже специально его на свой телефон сниму не покажете никогда разговаривать я вам его не покажу вы можете его посмотреть но снимать вы его не решу где написано что не имею права федеральный закон 20 лет там такого здесь даже вот нет такого то что это личный документ нет там такого личный документ вы паспорт будете снимать саль а при чем здесь паспорт это вы не путаете вас есть документ на нет у вас есть паспорт паспорт это удостоверение личности а ваше удостоверение это не является удостоверением личности понимаете гражданина что у вас паспорт вы перечень документов которые удостоверяют личность знаете ваше удостоверение в этом списке нет у вас есть паспорт такой же который является удостоверением вашей личности а служебное удостоверение вам выдала государство для работы все равно что вот ему какую-то карточку выдали вот этот вот и что дальше вы к нам пристаете откорбитель сейчас заявление еще нас поступит будете продолжать том же духе так напишем оскорбительное приставание гражданам административное правонарушение 20.1 клав нам не нужно свидетель у нас все на видео зафиксировано вас это не касается я не знаю какой провокации мы пришли сюда я вам не собираюсь объяснять вы в леса работаете я пришел попросил представителя леса спуститься по претензии что за претензия я озвучил представителю леса так и разбирать я закон нарушаю какой-то пока что не ну так и все чуваком не пристаете тогда вот я буду нарушать когда будете задать мне вопрос все спасибо а мы звали не начальника службы безопасности мы звали представителя организации который способен по нашей претензии сейчас нам дать комментарии потому что у меня подозрение что резко занимается мошенническими действиями сообщила нам в ответе что нам деньги согласны если хотите подходить обращать вам поможет сообщили нам что нам оказывается деньги выплатили потом даже не слушает и вообще до фонаря вообще стоит разговаривать пошли совещаться что нам можно вменить нам нужно вы все-таки подойдите к девушке вот на рецепт щите если хотите разобраться в ситуации пускай они пригласят человека представителя организации который занимался нашим вопросом вопросом моего клиента не кнопки нажимать чтоб нас отсюда вывели пускай выучит что это общественное место все это общественное место конечно не будет я надеюсь что вы все-таки что-то знаете какой-то закон не знаю элементарные свои права и обязанности куда не придешь думал реза нормальная контора ареса ай-яй-яй совещается этих девушек вызвали просто просто мы к вам подошли вместо этого человека пришел вот с.б. нам это не нужно кстати на него надо составить протокол и заложенный вызов спецслужб его привлечь потому что он понимал что мы ничего не нарушаем но тем не менее нажал кнопку привлекать его к ответственности 3000 рублей пусть заплатит поумнеет съемка ведется почему мы должны об этом говорить они не знают но вызвали полицию вызвали до чтобы разобрать что есть происходит они помогут что за люди а зачем разбираться мы пришли с определенной целью цельствую я озвучила девушки на рецепшен все я жду человека который способен общаться со мной по претензии это претензия по какому-то муциалу конечно конечно они поставили задавая человек больно про я представляю интересы клиента считаю что обман пока не хочу заявление по мошенничеству потому что именно поэтому приехал чтобы разобраться чтобы спустился человек который нас пишет лживые письма и сообщает что нам вернула резать деньги хотя по факту нам не то что деньги не вернули а нам даже не озвучили сумму выплаты то есть они нагло в рот я спрошу составить на него протокол заложенный вызов они прекрасно понимали что мы ничего не нарушаем да да и заложенный вызов заявление от меня принимайте вот этого а в чем хамство вот хамство в том что вы собрали здесь все наряды вы амортизируете государственное имущество я ничего не нарушаю вы используете государственных служащих с целью чтобы нас отсюда удалить поэтому хамство это у вас они у нас я пытался объяснить мне не надо объяснить я вас во первых не посылал я вам сказал не приставать граждан да я на него доложный вызов да он знал прекрасно что мы ничего не нарушаем тем не менее вызвал полицию я к вам подошел с целью точнее что в москве мэр москвы введен режим повышенной готовности сейчас серьезно вы здесь снимаете не знаю какой коллега то они знали вам и не надо знать не надо знать я озвучил свои требования девушки на рецепшен я и сказал что мне нужно можете поинтересоваться у нее все я и даже озвучил номер дела все вы подходите ко мне и что-то интересуетесь потом вызываете полицию я дал вам возможность ошибиться а теперь вы будете за это отвечать чтобы потом вы умнее были с какой целью вы вообще должны ко мне подходить давайте я напишу еще и попросил меня не снимать я на это согласен но не требует здравствуйте меня зовутрия гусев у вас какой-то вопрос да у меня был вопрос да я расскажу пожалуйста вы представляете конечно а есть какие документы конечно у меня все ездят доверен давайте мы снимаем процесс и меня имеем право лицо здесь представляющие организации конечно это юрист я готов юристу объяснить если он сам не знает имеем право давайте подключим юриста вкус номер да спасибо здравствуйте да мы все фиксируем да потому что нам непонятно позиция компании ваши мы можем это и здесь делать по сути мне все равно не надо проходить приходит нам письмо при сроке вышли удовлетворение требует приходит нам письмо что оказывается нам выплатили уже страховое возмещение но мы не получали мы даже сумму не знаю и резко нам не сообщает это мои клиентки вот я мы приехали выяснить кому выплатили вы деньги когда и в каком объеме соответственно вначале машин да ну на про было направление в автодом что станции которые готовы не смогли указать запчасти возмещение будет не совсем вот в ответ ответ вашего вашей организации от 29 декабря оплата страхового возмещения произведена в денежной форме вот этого письма был еще не видел такого письма нам его не направляли но она как бы сушника видишь нет он есть давайте мы готов я готов получить подтверждение отправки и получения этого письма моей клиенткой вот скажите что в нам было какое-то понимание объясню да нашу позицию то есть но автомобиль стоит условно 10 миллионов значит по нашим ну есть там они созванивались клиентов вашими представителями есть небольшое понимание примерно какая сумма то есть кузов сам стоит да дилер нам сообщает там пределах 900 тысяч рублей за грузов привести не могут потому что ну понятно почему вот они сообщают отремонтировать не можем а восстановительный ремонт данного автомобиля стоит 4 миллиона там копейками вот если не замена кузова а именно восстановительный ремонт вот и поэтому отсюда возникает вопрос леса как будет этот вопрос закрывая понял один из вопрос конечно то есть нам либо давайте как-то договоримся при нем условия полная гибель потому что полная гибель признается когда взвод автомобиля либо технически невозможно либо экономически нецелесотрать в данном случае у нас нет ни одного места поэтому возмещение будет выключено именно за ремонт автомобиля сколько вот интересует то есть в течение двух дней а как можно его получить можно как-то оперативно там не может быть оперативно это делать здесь просто накладка скорее сейчас мы поэту вам струбируем непосредственно а вы бы по почте расти отправляли и как-то иначе по почте расти она получила ну это важно когда направлено да и получил не получил может быть она и потом было письмо соответственно все предоставим нам понять какая сумма потому что от этого будет зависеть наша дальнейшая позиция если резко отвергает варианта с гибелью на автомобиле например вот каким-то образом забрали автомобиль там выплатили так далее такой вариант не рассматривается но ведь основание рассматривать его нет это вы должны были руководствоваться сумма и восстановительный ремонт поэтому нам надо понимать если например сумма восстановительный ремонт а папа по вашей оценке 20 января конечно 24 конечно как она может получить даже почта россии еще не успеет дойти поэтому мы приехали поэтому хорошо что она есть в течение двух дней вы а может как-то на электронку нам тоже продублируют сообщить ну я могу просто визитку оставить в каждом раз нормальной на электронку просто скидите мы посмотрим по сумме потому что потом нам понимать как дальше двигаться то есть продавать автомобиль забирать автодома там или и потом с кого-то причинителя вреда там взыскивать разницу и так далее ну как бы на позицию определить какую-то делать какие-то более дорогие манипуляции мы же рассчитываем ущерб нет не брала не почему есть определенное заключение специалиста и херка который понимал который четко расписал ну вот тут по нашему по нашей оценке там четыре с лишним миллиона восстановительный ремонт если конечно замена кузова там конечно дешевле в два раза вот но кузов кузова нет и невозможно его привести мы звонили до выясняли они как мы можем с вами заключить договору можете его оплатить но когда приведем мы не знаю а тут же речь даже не запчасти идет речь идет о кузе она номерном в принципе не может быть в россии поэтому проблема именно только в этом не это я понимаю но при заключении договора страхование это риски коммерческие ваши поэтому вы должны были все это учитывать все это должно быть заложено и тогда я понимаю что выплатить за кузов только и все а его невозможно сейчас заменить я мы толкую заменить кузов сейчас невозможно сейчас это понятно так именно по кузову мы говорим его не вот уже номерные запчасти можно починить но это просто дело в том что это сроки достаточно такие они будут большие и это не является причиной допустим платить за уговорить уговорить это сделать за ремонт а можно сделать это дешевле естественно разумно что мы как финансовая организация мы это сделаем тем способом который выпускает полное восстановление а мы и мы не можем восстановить этим способом смотрите какая наша позиция наша позиция следующее было изначально что кузов замене все то есть восстанавливать этот кузов но на самом деле если вы изначально понимали что его надо менять а потом ну конечно все можно восстановить но изначально его должны были заменить все и все что остальное это уже мы но пытаемся выкрутиться из этой ситуации кузов то есть вы не можете нам этот кузов поставить а должны не именно вы должны поставить а должна быть произведена именно замена кузова все если вы не можете сделать через замену кузова значит вы должны вести вот это обременение по части восстановительного ремонта этого кузова то есть они так что ты друг вот мы тем миллион восемьсот там условно дали там вами ты жди когда все образуется идет время автомобиль стареет человеку не на чем ездить. Если этот кузов принимается как замена, то значит восстанавливать этот кузов еще и, помимо прочего, он безопасный. Восстанавливать его кустарным образом, чтобы, не дай бог, при каком-то ДТП он как-то неправильно начал складываться и пострадали люди, это тоже недопустимо. Хотя визуально машина будет восстановлена. Ну почему? Автодилеры говорят, автодилер BMW, причем не один, они говорят, пожалуйста, мы же у них и получали информацию, мы восстановим автомобиль, все как положено, всему будет соответствовать, просто это дороже будет. Потому что кузова нет, все правильно. Но восстановительный ремонт могут провести, просто он стоит дороже в два раза. Вы можете эту информацию нам предоставить, чтобы мы тоже, собственно, говорили, допустим, на одном словах. Потому что, например, мы заходили с этим вопросом, то есть у нас был полный отказ. То есть у нас был отказ, как-то, собственно, от ситуации с восстановительным ремонтом, какая-то замена. Ну, у нас на самом деле, даже от автодома они говорят только о том, что они не могут произвести восстановительный ремонт, потому что отсутствует кузов, они не могут кузов предоставить. Они же не об этом пишут, что в два раза дороже пишут, что они не могут произвести, потому что кузова нет. Правильно. Потому что он в два раза дороже. Дилер вам не дает причем, что они готовы отремонтировать данную автоматику. Почему? Есть такое. Говорят, что ввиду осуществления кузова, который требуется. Правильно. Потому что и вопроса не стояло по ремонту. Они определили четко, что данный автомобиль необходим. То есть самый простой способ и самый дешевый – это поменять кузов. Ну, не самый дешевый, а правильный. Самый безопасный. Самый, я так и говорю, самый правильный – это замена кузова. Самый дешевый все равно он самый дешевый. Потому что восстановительный ремонт стоит в два раза дороже. Давайте мы, да, сумму сначала с вами определим. И будет уже понятно. Возможно, у вас эта сумма полностью убит в туалет. У нас не будет вообще причины в дискуссии. Возможно. Я не знаю, что там. Напишите. Возможно. В общем, тогда скидывайте. Я жду там. Поймем, что делать дальше. И все как-то так. Все. Спасибо тогда. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Здравствуйте. Мы к вам. У нас здесь машинка стоит, X7, битая. Нам нужно ее осмотреть и сфотографировать. Кое-что там для эксперта. Теперь вам лучше на сервис пройти. Здесь идем. Да? А сервис там? Да. Я передала там свой ресепшн. Ага. Все. Спасибо. Здравствуйте. У нас машинка здесь стоит, X7. Нам нужно будет ее сейчас осмотреть для экспертов. Как-нибудь вот этот организовать момент. А Смирнов, Никита, не подскажете? Нет. Почему? Кем не разрешено? Администрация. А вы кто? Я сотрудник службы безопасности. Ну и служите дальше. Служить. Отлично. Конечно. Никита Смирнова пригласите, пожалуйста. Я ее не знаю. А, подойдет? Мы с Никитой Смирновым общаемся. Вам зачем? И как это зачем? Ну, ничего вам это. Мне это нужно. Нужно? Ну, нам не нужно. Мы все-таки Никита Смирнова отождемся. Ждите. Они против. Просто уберите камеру. Почему нужно убрать-то? А почему вы не должны их убрать? А почему должны? А почему не должны? Вы приходите? Я вас спрошу. Попросил. Отожмитесь 20 раз. Ну, нет. Нет? Почему? Ну, потому что не хочу. И мы не хотим. А я не хочу, чтобы вы меня снимали. Так отойдите тогда так. Вахну и Валю. Ну, как отойдите. Вот так. Как-то так. Всего-всего доброго. Отжиматься не хочет, значит. Здравствуйте. У нас машинка здесь стоит. Ик-7 битая. Нам необходимо просто ее сейчас посмотреть, сфотографировать. Для эксперта нам надо. И в ближайшие дни мы ее забирать будем. Можно это организовать? Да. Да. Счастер. Счастер. Мам, с чем это съелся в этой юзи? Прибойте люди. Как что? Они скажут, в них как разы. Добрый день. Это заодно. У меня Никит в зале. Я, кстати, даю согласие. Извините, на съемок стоит. Это потому что если вы читали, он был в божественном. Это по точке 1. Общественный местный объект. Вы к нам уже подошли? Да. Обратились? Да. Попали в кадр. Какие претензии? Да. не претензий хочу пока выяснить просто мы имеем право я я же нет эти претензии абсолютно не возникла я запрос что произошло и все пока ничего мы пришли машину установить все чем устроить чем то что мы ничего пришел в обеда варите и саммаз вы сказали уберите камеры попросили искал я попросил сначала стали уберите камеры посол вы сказали что это просьба я вас попросил обжаться это тоже моя просьба вы же не выполняете ее и правильно делаете точно так же мы не выполняем и правильно делаем никакого ну тогда загоняйте его в бокс ну мы готовы подождать и и подъемник подгоните его чтобы можно было согласование давайте согласовывать все вы можете точить что у вас я деда посередине отлично меня зовут игорь мазить машинка 7 битая представители по доверенности мы хотим ее просто сейчас снять фотографировать нам где эксперта на ближайшее время и заберем можно доверенно да вот она так это нотариальное доверенно это от собственности автомобиля надо как-то оперативно постараться поднять снизу и подъемнику на поздно дефектовки вот в кафе ждем бамбер нужно будет скинуть ладно тогда все сворачиваем сюда отреза получили ответ что они готовы удовлетворить два миллиона шестьсот семьдесят три тысячи рублей этого конечно недостаточно поэтому мы машинку сегодня осмотрели сейчас скалькулируем и поймем сколько мы будем средства взыскивать ну автодому респект если бы не маленькая заминка в начале то было бы вообще все замечательно все всем пока ваше время ваше время